Привет, быдланчики! Ну чё, как вообще? Житушка-то? Нормально? Всё хорошо, а на машинках ездится? Приветствую тебя, ищущий! Меня зовут Сокол, и, конечно, быдланчиком я не имел в виду тебя, человек, который смотрит этот ролик. А может, и имел? Кто его знает? Не, на самом деле, мы продолжаем тот шорт с короткой, который я записал, который нашёл большой отклик среди моих зрителей. Все написали, большинство комментариев были, давай, ролик пиши, интересно, порассуждаем. О быдло на дорогах, которые включают музыку на полную жопу, и тебя сносят этой волной, когда ты идёшь рядом. В общем, всё вот это обсудить. Почему? Зачем? Для чего? Кто это? Кто эти люди? Всё это сегодня мы с вами обсудим. А что может быть лучше, чем просто поболтать с интересным человеком? Включайте, я уже как родненький у вас в экранчике, всё, как член семьи практически. Поэтому незамедлительно приступаем к обсуждению всего этого интересного вопроса. Также я сегодня зачитаю комментарий одного человечка, который всё-таки просочился. Может быть, не совсем конченное быдло, но с прибыдлянскими какими-то завихрениями. Это присутствует, и сегодня я тоже попытаюсь зачитать это всё дело. В общем, будет интересно. На 16 мм точно в такой же позе лес выглядит вот так вот, просто ради интереса. И на 32, на 35 мм меняем объектив. Опаньки, смотрите, сколько всего мало влазит в кадр. Поэтому мы будем снимать на 28, чтобы немножко леса всё-таки попадало. Почему такое странное место, локацию для съёмок этого ролика, это и выбрал Сокол. Спросите вы меня. Быть может, у вас такой вопрос в голове зародится. Я думал, а где лучше снять этот ролик? Прямо рядом с проезжей частью, в надежде, что поедет как раз обсуждаемое нами быдло с этой музычкой. И мы быстренько схватим камеру, заснимем его, и, так сказать, вот он товар лицом. Либо, наоборот, уйти от дороги подальше в тихое место, где поют птички, где ни одно быдло нас не потревожит. Я выбрал второй вариант, но вот так вот это будет. Казалось бы, грёбаный будний день, и в лесу никого не должно быть. Нет, тут постоянно велосипедисты, собачники, какие-то парочки прогуливаются. В общем, места совершенно нет. В какой-то укромный угол я забился, и всё равно, буквально секунду назад, прошли на меня люди. Но мы держимся в строю. Дверки в рассуждатошную открываются, и мы подходим к главному вопросу, которым означивался наш шортс, выпущенный перед этим видео. Каким образом связаны вот эти вот чистота случаев, когда ты оборачиваешься в виде источника громкого звука, и это обязательно будет машина ВАЗ, отечественного автопрома. Почему быдло выбирает именно эти машины? Давайте сразу же ответим на этот вопрос, и дальше пойдём рассуждать. Ну, во-первых, как многие написали мне в комментариях, конечно же, это отечественный автопром, он может быть дешевле, чем иномарки. Ну, я не знаю, я не разбираюсь в машинах, быть может, даже поддержанная иномарка стоит дороже, чем новенький ВАЗ. Но вот в чём вопрос интересный. Почему-то я заметил ещё одну странную тенденцию. Когда ты оборачиваешься и видишь этот ВАЗ, из открытого окна, которого звучит эта сумасшедшая музыка, она выглядит не самым лучшим образом. То есть это не новая машина. И чем раздолбаннее и ублюдочнее выглядит тачка, тем сильнее у неё играет музыка и говёний. Говёний – сам материал. Многие мои зрители наверняка прекрасно знают, что быдло есть и среди богачей, и среди нищебродов. Но, как правило, среди нищебродов их гораздо больше. Потому что быдло, которое богатое, оно не стало быдлом, потому что родилось богатым. Как раз самая главная зависимость быдлячества – это от нищеты умственной и материальной. Потому что люди богатые, которые ведут себя как быдло, это те самые нищие быдлы, которые каким-то образом дорвались до бабосов. И поэтому они ведут себя так. Ну, то есть это всё чётко вот прямо зависит из этого нашего подмеченного примера про зависимость быдлячества от тачек. Потому что богатые люди, которые имеют большие деньги, они не ведут себя как быдло. Они, наоборот, ведут себя культурно и скромно. Потому что, ну, они понимают, во-первых, очень многие вещи они понимают. Во-первых, деньги, большие деньги, находящиеся у тебя, они злят чернь, бедную чернь. Поэтому кичиться ими и колотить понты, как-то загибать пальцы, относиться пренебрежительно – это, конечно, прерогатива только быдла. Быдло среди чиновников, быдло просто среди богатых людей, которые вот дорвались до этого. Они именно вот вылезли из этих машин, дебильных машин с открытыми форточками. Богатому человеку материально и с богатым внутренним миром никогда не придёт даже в голову кичиться тем, что у тебя есть деньги и колотить какие-то понты и показывать это всем. У тебя нет денег, значит, ты чернь, ты ниже меня. Нет, он будет с вами общаться точно так же вежливо, как с остальными людьми. И только вот это самое быдло из этих, из вазовских тачек, которые дорываются до денег, они ведут себя так. Они пересекают сплошные две черты, они там нарушают правила, едут по встречке. Они слушают вот эту громкую музыку, потому что, ну, надо показать всему миру, что я вот он, вот он, я не пустое место, я король мира. И это выглядит, конечно, максимально убого. Таких людей нужно наказывать, ну, либо умственно, либо физически. Это уж как по ситуации нужно смотреть. Но возвращаемся к тачкам. Почему быдланы выбирают ваз? Конечно, это дешевле. То есть, если мы берём поддержанную иномарку, она, конечно же, будет гораздо дороже, чем поддержанный ваз. А что такое машина для быдланов? Это тот корабль счастья, который возвышает тебя над остальной чернью во дворе. Тачка, это уже... Ты не совсем пустое место. Ты можешь подвезти девочку, ты можешь куда-то поехать, ты можешь просто круто куда-то приехать и стоять рядом с машиной, сидя на капоте и есть семки. Люди проходят, тебя видят какие-то знакомые, видят, что ты на машине. Я не знаю, что они думают, о чём это выглядит максимально нелепо. Но возвращаясь к вопросу о громкой музыке из машин. Самый главный вопрос, который некоторые люди мне написали, это буквально там чих и два-полтора человека. Или, может быть, даже тот один человек, которого я сегодня зачитаю. По-моему, даже он один. Который в одном из миллиона сообщений, которые он мне оставил под роликом, потому что я езжу на машине, там точно так же музыку слушаю. Ну вот, в общем, он приверженец вот этого всего. Какая-то ворона орёт безумно. Три штуки. Ох ты. Два огромных ворона преследуют сову. Ни хера себе. Это просто о метрах в пятидесяти сейчас пролетели надо мной. Друзья мои, перенавиновываем мой канал в этот, в Animal Planet. Блин. Отвлекаясь от машины. Это просто сумасшедствие какое-то. Сначала был ор какой-то вдалеке, а потом дикий хруст и шелест по ветвям. И тут я вижу две птицы пролетают. Даже не 50 метров, это, наверное, метров 25 они пролетели. Да, метров 25. Просто в воздухе до сих пор летят перья. Это с ума сойти, друзья мои. Друзья мои, офигеть просто. Смотрите, перо совы. И там ещё их много лежит. Это офигенно. Это перо совы. Видимо, вороны сову всё-таки догнали. Размером они были одинаковые. Блин, офигеть. Я забыл, о чём говорил. Так вот, почему этим дегенератам так важно включать эту музыку максимально громко, чтобы её слышал весь мир? Чтобы не просто кайфовать от музыки ехать, а вот чтобы их слышал весь мир. Конечно же, чтобы обратить внимание всего мира на себя. Посмотрите, друзья мои, посмотрите. Я не пустое место из задрипанной квартирки. Я крутой пацик, который едет на машинке. Фуууу. Мы кайфуем, как написал мне этот человечек. Я зачитаю его сообщение, вы просто умрёте со смеху. Самое интересное, что в таких раздолбанных корыдах, которые едут, у них хорошая акустическая система стоит. То есть, у них накопили деньги на вот эту раздолбанную рухлядь, но музыку они всегда ставят такую, чтобы она прям прокачивала. Некоторые люди мне писали в комментариях, типа, да чё тут непонятного? Просто им жарко, летом они едут, и они открывают окно. У них нет кондиционера там на вас. Они открывают окно, и вот тем самым вы слышите их музыку. Но дело-то в том, друзья мои, что мы сегодня с вами разговариваем о тех быдланах, у которых музыка играет негромко. Она играет оглушительно, так что это становится проблемой для людей, которые находятся за 100 метров, для неё за 200 метров. То есть, людей сносит буквально, волна звука их сносит. Никто не говорит о том, чтобы шептать и прислушиваться, ехать к музыке. Да, у тебя нет кондиционера? Что ж, всякое бывает, да? Ты бедный, и тебе нужно как-то вентилировать своё помещение на колёсиках. Не вопрос. Хорошо, сделай музыку. Пусть она даже играет, ну, достаточно средне. Ты открываешь окно, люди, которые идут рядом с тобой с машиной, слышат твою музыку, пусть она как говёный кусок тупого дегенератства, но ни у кого не вызовет это такой ярой неприязни и злости на вас. Потому что речь сегодня идёт об оглушительной музыке, а не просто о музыке. Мы все с вами видим ребят, которые ходят с колоночками, все эти там рэперки, там, да, молодёжь вот эта, там, 11-10 лет идёт, у него в рюкзачке колоночка, это со смартфона, и мы слышим всем этот рэпчик там, да? Оно играет, оно слышно, но у тебя нет такого жуткого желания внутри, такой маньяка немножко херануть бы ему с ноги, чтобы это всё прекратилось. Нет, тебе неприятна эта музыка, тебе неприятен этот стиль, но ты просто идёшь, ну да, ну и он прошёл, и эта музыка тут же стихла, но не тут-то было. В этих машинах музыка играет громко, и тут не важно даже какой стиль музыки звучит, важно именно громкость этой сраной музыки. Конечно, когда эта музыка сраная, становится вдвойне неприятной, но тем не менее, даже если из машины играет свой любимый, наш любимый с вами хэви-метал, хард-рок, это всё равно мы осуждаем, потому что мне, как человеку на улице, просто идущему, как культурному человеку воспитанному, мне становится стыдно за то, что моя музыка, настолько громко играющая из машины, она может не понравиться кому-то и помешать. Давайте мы сразу сейчас зачитаем это прекрасное сообщение у человека, потому что мы по смысловой нагрузочке подошли прям к нему. Сообщение от некого Алексея Буден, троеточия, там программа уже скрыла полностью фамилию, неважно. Ныне Жигули это уже не машина в чистом её виде, не средство передвижения пятой точки, начинает философский господин Алексей. Жигули ныне это машина-прикол. Мне кажется, или это начинаются завуалированные оправдания своего плохого материального положения и невозможности купить себе нормальную машину. Их, Жигули, покупают, знаете, для чего? Чтобы получать эмоции, веселиться, кайфовать от происходящего. Я просто такое удовольствие получил от читания этого сообщения. Можете себе представить, друзья мои, люди, которые ездят на крутых иномарках, ну просто на хороших иномарках, где ничего не скрипит, не разваливается, где всё подогнано друг по другу, где не гремит, не барахлит, всё красивенько выглядит. Это скучные серые люди, понимаете? А на Жигулях вот эти вот красавчики, баловни жизни, которые берут от жизни самое лучшее настроение, веселье, кураж. Блин, не заплевать камеру. А если, а если любишь покрутить гайки, то это вообще супер. А вот и ещё одна грань быдлячества российской действительности, это когда ты пытаешься срулить от жены в гараж, чтобы бухнуть там с друзьями. Какая причина может быть? Просто бухнуть, да к тебя же не отпустят. Не отпустят. У меня ролик про это есть. Жена не отпускает. Посмотрите, интересно будет тоже рассуждение. Ну а когда тебе нужно починить машину, то это железобетонный довод против вот этого вот быдлянской ячейки общества для жены. Да, что типа, ну извини меня, дорогая, я тебе как потом повезу на дачу? Придётся меня отпустить? И всё, он весь день сидит спокойно в гараже с друзьями, бухает, веселится, машинку чинит. Не будьте ханжами и снобами. Блин. Не будьте ханжами и снобами, откачающей из тачки музыки ещё никто не умер. И даже не пострадал. Если это делается в рамках закона и правопорядка, то хоть обслушайтесь музлом, говорит нам Алексей. Алексей. Ай, обожаю эти тупые умозаключения людей, которые в споре просто ничего не могут сделать. Вот с этими людьми начинаешь дискутировать. Я мгновенно таких людей превращаю в яростных вепрей, потому что они видят, что у них их доводы все просто рассыпаются под моей железобетонной логикой. И они начинают просто истерить. Просто истерить, орать, переходить на эмоции, потому что это невозможно просто. Ещё никто не умер. Довод просто полудурка конченого. Прости меня, Алексей, но это просто глупости какие-то. Ещё бы, кто-то от этой музыки умирал. Ты чё, больной. А к вопросу, что не пострадал от этой музыки никто, то это большой вопрос, потому что страдают все. Мы ещё раз говорим о том, что такие господа включают свою музыку не просто громко, а так, что у тебя дрожит каждая молекула твоего естества. Я не знаю, чем и с какой головой люди в этих машинках ездят, но выдержать просто такой монопор музыки достаточно сложно. Находясь в 50 шагах от машины, в 100 шагах от машины, я не понимаю, что с человеком происходит, который сидит в этой тачке внутри. И это говорит вам музыкант, который привык к громким репетициям, громким концертам, то есть у которого музыка достаточно громко идёт по жизни рядом с ним. Когда человек идёт и начинает болезненно кривиться и искать глазами, откуда начинает вдруг резко валить музло, то это совершенно чётко можно подвести под принцип «человек пострадал немножко». Пришлось немножко развернуть камеру, потому что что-то перестало всё нафиг фокусироваться, я надеюсь, что я стоял и говорил с вами не совсем в расфокусе. Меняется солнце, меняется освещение, поэтому приходится как-то выкручиваться. Что значит в понимании Алексея не пострадал? На скорой должны человека увести или что? Либо когда человек идёт и начинает морщиться, и неприятно ему становится, потому что громкая, чрезмерно громкая волна, я говорил об этих сильных системах, она доставляет человеку практически страдания, неудовольствия. А если это говёная музыка, то это вдвойне. Ну ладно, мы это не рассматриваем. Мы рассматриваем просто любую музыку, любую громкую музыку. Если это делается в рамках закона и правопорядка, да хоть обслушайтесь музлом. По мнению Алексея, ты приходишь в полицию, да, и говоришь, мне доставила моральные страдания, вот машина, которая проехала. А знаете, куда вас пошлют с таким заявлением? Скажут, дебил, вы дурак, или что? Громко машина проехала, и до свидания. О каком правопорядке говорит человек, когда мы говорим об этике, человеческих взаимоотношениях, о том, что нужно жить так, чтобы давать жить другим? Об этом сейчас человек упомянёт. Или по-вашему ненормально слушать музло громко и кайфовать от этого? Все, кто поддерживает в этом вопросе сокола, просто ханжи, воспитанные стариками из советской эпохи, где надо было скрывать свои творческие наклонности и вкусы, если они хоть сколько-то расходятся с массой. И насчёт жанров музыки. Я сам слушаю хард-рок, хардн-хэви, металл. Кайфовать от этого? Разве плохо, говорит человек, кайфовать от этого? И тут же мы сразу с вами вспоминаем тех самых ребят, которые концуют лесгинку на Красной площади, да, или вот какие-то такие вещи, да, они кайфуют, им всё замечательно, у них всё нормальненько идёт, они получают удовольствие. Но проходящим людям мимо этническим, например, русским, им не особенно приятно на это смотреть. Не потому, что они не любят танцы разных народов мира, а потому что они понимают, что вот эта вот лесгинка на Красной площади, да, которая происходит, ну, я беру утрированный пример уже, да, но и это происходило не раз. Это не просто танцы другого этноса, это вызов, это наглость на показ, которая говорит вы, русские, которые здесь, вы никто, а мы здесь короли мира, поэтому мы танцуем на вашей вглаше главной столице, на вашей главной площади, главное место, которое олицетворяет, можно сказать, Россию. Мы танцуем вот это вот своё, и всё вот это громко, это всё на показ, это оп-оп-оп, и всё такое агрессивное вот это. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. От этого кто-то умер? Нет, никто от этого не умер. Стоит ли слушать музыку громко? Плохо ли кайфовать? Плохо ли кайфовать? Блин, а не навижу это слово? Или по-вашему, ненормально слушать музыку громко и кайфовать от этого? Безусловно, господин мой хороший, в своей машине с закрытыми окнами ты можешь вырубить так, что у тебя уши будут отпадывать, и этого никого не будет волновать. Да, кто-то будет слышать гул какой-то доходящийся из машины, даже если ты на полную катушку включишь свою акустическую систему, то никого это не будет напрягать. Да, все будут понимать, что вот в этом корыте очень громко звучит музыка, но здесь на улице ее не будет. Но когда ты открываешь свое сраное окно своей быдло рукой, неважно, какая музыка у тебя там играет, хэви метал или блатничок какой-нибудь, или рэпчик, это сразу же говорит о том, что ты быдло, потому что ты не уважаешь людей, которые идут по улице, и на их мнение, на их чувства, на их настроение тебе наплевать. «Тебе нормально слушать музыку вот так вот, чтобы было все чеченько, чтобы весь мир дрожал». Если, Алексей, ты этого не понимаешь, а ты этого не понимаешь, потому что ты пишешь этот коммент, ну ты быдло, я тебе говорю, ты настоящее быдло, и не важно, что ты слушаешь хэви метал. Быдло есть и в хэви метале, и в любой другой музыке. Быдло, оно и быдло, оно и есть быдло. Это не приверженность к жанровому стилю. Это состояние души. И вот нам Алексеюшка-то дальше и пишет. Все, кто поддерживает в этом вопросе сокола, просто ханжи, воспитанные стариками советской эпохи, где надо было скрывать свои творческие наклонности и вкусы, если они хоть сколько-то расходятся с массой. Где я в своем шортсе говорил, что вообще про жанр какой-то музыки. И вот это, блин, человек очень тихонько пытается съехать на какую-то, знаете, мою нелюбовь к рэпу. То есть, об этом вообще не было сказано. Еще раз повторяю для особо одаренных, неважно, какой жанр музыки и стиль играет из твоих колонок. Если он играет громко сносяще, ты быдло. Я сам, говорит, слушаю хард-рок, хэви и металл, но я никогда не назову рэп говном. Плохая или хорошая музыка определяется не жанром, а уровнем ее сочинения и исполнения. Среди хард-рока говна столько же, сколько среди рэпа. Называя рэп говном, вы просто делаете себя как человека, реально далекого от музыки. Выглядите самым низшим потребителем, который даже не удосужился разобраться, что такое музыка и откуда она берется. Вы всех гребете под одну гребенку. Это все равно сказать, что вода дерьмо, потому что мудаки пьют воду и т.п. Что же у нас здесь произошло? Человек посмотрел мой шортс, я назвал определенное действие других людей быдлячеством, а этих людей, которые это действие совершают быдлом, и человек такой, подождите, так я же точно так же езжу на машине с открытыми окнами и громко, громко снощаще слушаю этому зло. Это что, меня сокол быдло назвал? Сейчас я ему напишу, ты не любишь рэпчик, значит, ты недалекий, ты ничего не понимаешь, ты зашоренный, ты слушаешь один хэви метал. Нет, я слушаю разную музыку. Я слушаю поп-музыку, я слушаю кейп-поп-музыку. Мне нравится всякое, и Селин Дион, и Элтон Джон, несмотря на то, что он пидограф. Пожалуйста, очень разносторонние вкусы, что-то из кантри мне нравится, много всего, этническая музыка. Я уже не говорю про музыку из таких нетленочек, как Власелин Колец, там Гарри Поттер, там или из каких-то MMORPG игрушек, которых иногда, как у Ланейдж 2, настолько прекрасные треки написаны, что до сих пор душа замирает, когда я их слышу, потому что это настолько красиво сделано, что от с ума сойти. Где зашоренность в одном хэви металле? Нет, все-таки у нас Алексей почувствовал неудовольствие от того, что его ткнули лицом в его суть, в то, что он из себя представляет, в то, что он быдло. Я не говорю, что быдло не может стать, превратиться в нормального человека, но когда человек защищает свое быдлячество и свое быдло поведение вот такими вот комментариями, это говорит о том, что человек, ну, не по правиле дорожкин идет. Человек, видимо, действительно не понимает, что же не так он делает, что же в этом плохого? Он же просто кайфует! Лично я, когда слышу кричащую из тачки музыку, респектую человеку, потому что понимаю, что он в этот момент кайфует. Я лично за то, чтобы все в этом мире получали максимальный кайф от жизни. Она для того и создана. Честно говоря, мне даже стыдно из-за того, что этот человек меня смотрит, потому что это как бы мой подписчик, да, мой зритель, и как бы это делает его нас какой-то одной группкой, знаете, то есть, ну, я не хочу с таким человеком вместе в какой-то одной команде находиться. Пожалуйста, отпишись от меня и не приходи больше ко мне, мне стыдно. Я, говорю, всегда респектую людям, которые получают кайф от жизни. Вот это настоящие. Еще раз, для особо одаренных, живи и не мешай жить другим. Вот главный принцип нормально адекватного человека. То есть, когда ты идешь мимо подворотни какой-то, да, ночью, идешь и слышишь оттуда какие-то всхлипы, какие-то непонятные писки, выглядываешь из-за угла, а там у мусорного бака здоровенный мужик насилует девушку, да, заткрыв ей рот рукой. Просто херачит ее, стоит там, она пытается кричать, он, ну, он сильно накачан, он тестостероновый. Мужчине очень хочется трахаться. Он нашел какую-то девушку, затащил ее в подворотню и там ее херачит, получает кайф от жизни. Но нравится ли это девушке? Вот в чем вопросик-то главный. Так вот, Алексеюшка, на таких максимально простых аналогиях я пытаюсь тебе и показать, почему твои умозаключения выглядят писульками полуумного дегенерата. Ты и вот эти быдла на дороге вы можете кайфовать сколько угодно от громкой музыки за закрытыми стеклами. Если у вас нет кондиционера, то значит поставьте его. Но что выбирают эти огрызки общества? Они не хотят поставить климат-контроль и слушать громко, максимально громко свою музыку, любимую в машинке своей. Они выбирают открыть окно, они выбирают кайфовать в ущерб другим людям. Все остальные улицы, да что там улицы, да мам, которые рядом стоят с проезжей частью, фигачат в окна и слышно такую музыку даже находясь дома. Потому что у нас во дворе такие люди бывали. Порой доходило это до каких-то смешных вообще ситуаций. Ну смешных со стороны их может быть, но не для меня. Потому что в нашем дворе завелись как-то вот эти вот любители кайфовать. Громко слушать музыку с открытыми окнами. Это происходило как я сплю 4 часа ночи, 5 часов утра, 6 часов утра. Неожиданно во дворе начинает крышесносящая громкость у тебя начинают трещать окна, все трясется, музыка тебя подкидывает на кровати. Музыку слушают господа. Я подбегаю к окнам в трусах, открываю шторку, а там вот в моем дворе стоит машина иномарка. Быдло добралось до денег, да? Прям дорогая, крутая иномарка, черная такая. Марку уже не помню, но это прям достойная такая элитная тачка была. То есть это не вас. Но тем не менее быдло есть и среди богатых. 5 часов утра с открытыми окнами вот стоит пятиэтажка моя и рядом другая пятиэтажка. Между ними метров 50. Во дворы заезжает тачка между этими домами и врубает эти колонки мощные, сабвуфером вот это все, представляете? Окна дрожат. И они сидят просто там 4 парня лет 25-30 такие вот сидят и просто получают удовольствие. Не знаю, с клуба они приехали куда-то. Просто у людей вот в мозгах ничего нет. Они приезжают и включают. Люди спят, понимаете? Они приезжают и включают эту херню. И это продолжалось то есть какое-то время. Я все их не мог выцепить. Они как будто приезжали, кого-то забирали из дома и уезжали. То есть это происходило ну не знаю минут 10 может быть они стояли с этой музыкой грохочущей потом с этой музыкой грохочущей они уезжали. Причем самое интересное когда они уезжали они закрывали окна и музыка переставала играть. То есть слышно, что она совсем тихо где-то играет но потому что окно они закрывали когда уезжали. Когда они стояли и ждали своего какого-то там побратима они открывали окна и это все херачило. Пусть это было немного пусть это было 10 минут всего лишь но просыпались все дома которые были там. Люди кайфуют люди получают удовольствие. В какой-то момент я просто подловил их вышел оделся просто одел шорты одел тапочки одел кофту и вышел к ним утром. Машина затонированная в жопу я понятия не имел кто там сидит в этой тачке тачка прям дорогая прям такая элитная крутая. Я подхожу к машину стекла затонированные в задницу и вижу что окна открытые вот на такую вот щелочку небольшая щелочка буквально но и этой щелочки хватает для того чтобы сносить стекла обоим пятиэтажкам. Я подхожу и в этой щелочке не особо понятно кто там сидит в этой машине потому что свет там не включен и я начинаю стучать просто по этому стеклу музыка вырубается стекло открывается там сидят господа в количестве четырех человек лет 25-30 и смотрят на меня вот с такими шарами типа нифига себе кто-то решился к нам подойти мы же такие все дерзкие бодрые я подхожу окно открывается я в этом окне стою я говорю господа а почему мы музыку то включаем в пять утра у них в глазах шок во первых они не ожидали что кто-то к ним вообще сунется в эту дорогую тачку они же короли мира сидят здесь это же страшные опасные парни знаете что они мне сказали сейчас выключим я говорю хорошо я продолжаю дальше эту ярость просто у меня кипит уже ярость берсерка потому что какого хера я должен просыпаться вставать выходить из своего дома из своего теплого одеяльца вообще просыпаться выходить разбираться с этими людьми потом приходить домой и снова пытаться там как-то уснуть в этом бешенстве и в адреналине ни хера себе а люди так кайфуют оказывается понимаете я говорю ребята объясните ко мне одну простую вещь прямо прямым текстом цитирую то что я говорил почему я должен в пять утра вставать из своей теплой постельки и выходить разговаривать с вами когда я должен спать на это мне господа ответили хорошо хорошо мы все поняли сейчас мы все выключим я говорю хорошо спасибо ну и пошел борзый походка еще что-то там пнул ну для дерзости немножко тоже чтобы поняли что чел заряжен на психологические вот эти штучки все да так вот господин алексей быдланский ты прихвостень который написал мне вот этот длинный комментарий еще там не один комментарий он там меня и бабулькой на ворчащей на лавочке обозвал что только не написал мне в общем типичный представитель вот этой массы и самое противное что это человек из нашей среды из хэви металли вот в чем прикол и он всем респектует кто громко слушает музыку они все кайфуют понимаете представляете градус вот этого непонимания и быдлячество когда человек ну просто ну он не понимает что он заставляет остальной весь мир вокруг него страдать в который раз напоминаю не важно какой жанр из машины звучит от чего же все это зависит почему эти люди так делают для чего самое главное конечно же для общественного мнения что это значит спросите вы а я вам объясню в глубине души такие господа понимают что они в принципе то никто они вот эта самая чернь которая ничего не значит в этом мире они не умные они не богатые их никто не ценит у них нет качеств за которые их можно уважать но им хочется отчаянно хочется кем-то быть поэтому чтобы добиться какого-то уважения и признания со стороны общества их небольшой маленький крохотуленький умишка куриный изобретает вот такой вот нехитрый ход который значится в следующем если у тебя есть тачка значит ты крутой а как большему количеству людей дать понять что у тебя есть тачка что ты не пустое место конечно же чтобы они на тебя посмотрели как привлечь их внимание не стоять же ребята посмотрите какой крутой кто будет так кричать ты будешь выглядеть нелепо даже эти бедланы это понимают а включить музыку погромче и на тебя все поворачиваются и смотрят и замечают тебя замечают твою тачку и думают что ты крутой классный парень так происходит в их голове но у мишка то не хватает понять что все происходит строго наоборот люди которые замечают их и смотрят думают что за сказочный долбоеб люди которые это видят в душе злятся люди думают что ты тупица в людях просыпается максимальнейший негатив и все чего хотели добиться эти бедланы в глазах этих незнакомых себе людей не срабатывает до этого момента их просто не замечали а теперь когда их заметили их образ упал еще ниже плиндуса потому что у каждого нормального человека который видит полудурков с форточки у которого на колонке сносит стекла близлежащим домам он думает что за идиот самое интересное что они привлекают внимание к себе хотя совершенно не нужно этого делать потому что ну вот мы с вами разобрали что в 9 случаях из 10 эта машина не иномарка как эта клевая крутая тачка а просто вас но в половине еще случаев из этих 9 это еще вас раздолбанный упоротый еще обклеенный какими-то спойлерами какими-то штуками для гоночных трасс каких-то с низкой посадкой машина чуть ли не скребет этот блин асфальт покрытие дорожное то есть максимально убитая трахома которая ну вот знаете это как выглядит дембель полудурок который увольняется у него здесь все обшито этими жирными белыми оборочками погоны там чуть ли не как у гусара с этими штуками короче со всеми человек тоже вот это то же самое быдло которое на машине громко включает музыку он не понимает что такое быдло подытоживая весь сегодняшний день друзья это люди у которых нет ни ума не самое главное вкуса они не понимают что привлекая свое внимание других людей даже таким варварским поганым способом ну нужно хотя бы чтобы у тебя вот этот ток чему ты свое внимание привлек оно хотя бы было удобоваримо на глаз я уже не говорю про что-то эстетичное красивое просто хотя бы не выглядело посмешищем но когда ты поворачиваешься и видишь эту ну когда ты поворачиваешь и видишь эту убогую угловатую машину особенно это очень часто я встречаю у девяток была такая раньше вазовская машина может быть выпускается до сих пор которая посажена прям до асфальта у которых черные окна какие-то спойлеры стоят а рядом стоят крутые тачки иномарки как обычно и все нормально едут с закрытыми окнами ты понимаешь что у них внутри климат-контроль что они там скорее всего слушают какую-то нормальную музыку пацанчик едет на машине мы с братулями сегодня вот вот это вот звучит из вот этой девяточки а рядом стоят красивые машинки и там люди едут слушают какую-то наверняка музыку никто этого не узнает это знаете как неожиданно тамада начинает на улице хлопать в ладоши и говорит прохожие прохожие люди буквально посмотрите какой красавец стоит все такие где ищут красавец поворачиваются а там кафешка стоит стульчики люди сидят все в пиджачках в смокингах в пинцне там с этими с тросточками со шляпами аля Шерлок Холмс да такие пьют чуечек а рядом с ними бомж стоит который вот это такой же образ вызывают вот эти вот горе меломаны которых мы видим на дорогах у людей не хватает вкуса чтобы понять как выглядеть круто как выглядеть красиво как выглядеть достойно как выглядеть непосмешищем они не могут понять что в 2022 году ехать на затонированные девятки со спущенным просветом это вот это вот все состояние оно не может выглядеть крутым как громко бы ты не включил и какую бы музыку ты бы не включил это выглядит просто нелепо 90-е годы уже прошли девятка уже немножко не выглядит крутой в общем я надеюсь что сегодня мы с вами хорошо провели время повеселились пишите в комментариях как вам мой разборчик всего это быдланско и конечно же подписывайтесь на канал ну и на телеграмчик тоже долбаните потому что чтобы быть на связи и не потеряться голосовушки сокол записывает там в общем все это все это очень важно чтобы быть на связи с вами был сокол истинный маг да пребудет с вами сила пока субтитры